375 тысяч производств по неуплате алиментов, налогов и кредитных платежей находятся сегодня на руках у судебных приставов Волгоградской области. Для более эффективного взыскания долгов представители федеральной службы проводят совместные рейды с ГИБДД. Сегодня участие в одной из таких проверок автовладельцев по специальной базе доложников приняла участие и наш корреспондент Екатерина Караваева. Галину Цареву сотрудник ГИБДД остановил на посту в поселке Максима Горького. Женщина не нарушала прав дорожного движения, ее машина не находится в розыске. Главная задача госавтоинспекторов помочь судебным приставам проверить как можно большее количество людей на наличие долгов. По нашим данным у вас задолженности не имеется. Счастливый путь. А вот у следующего автолюбителя задолженность есть и немалая. Согласно данным, имеющимся у судебных приставов, молодой человек должен выплатить бывшей супруге на содержание ребенка 70 тысяч рублей алиментов. По нашим данным у вас имеется задолженность по алиментам? Ну, как я знаю. Не знаю. И, то есть, как мы будем это вошать? Каким образом? Периодически. Судебных приставов такой ответ не устраивает. Самый оптимальный вариант – арест автомобиля. Однако выясняется – машина принадлежит не должнику, а его родителям. Поэтому молодому человеку пришлось расстаться с сотовым телефоном. На средства связи прямо на посту составляется акт описи. Мобильно будет реализован в счет долга, если в течение 10 дней не будет выплачена вся сумма по алиментам. В целом же, по словам судебных приставов, совместные акции с ГИБДД помогают в разы увеличить эффективность воздействия на злостных неплательщиков. Благодаря таким акциям можно оперативно выявить должников не только по Советскому району, но и по Волгограду и области. На месте также должник может оплатить сумму долга, либо, если у него недостаточно средств, либо он отказывается оплачивать за должность. Составляется акт описи ареста имущества, принадлежащего должнику. Об эффективности рейдов говорит и следующий факт. Из трех должников, остановленных на посту во время работы нашей съемочной группы, двое предъявили квитанции и подтвердили оплату долга. А один из автовладельцев решил на месте погасить за должность по транспортному налогу. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.